Мероприемство разгорнулося под открытым небом на пляцовце, каля лагеря Василёк. Увази дятей у дельники военно-историчного клуба 53-й мотострелковый полк народных комиссариатов внутренних справ. Групп Гомель Энерго представили цикавую выставу экспонатов часов Великой Айчинной войны. Узоры зброи, амуницию, военную технику. Мы хотим показать, как выглядел советский боец в 41-м году, как он был вооружен, структура Красной Армии, ну и роль Красной Армии войскам в процессе войны. В принципе, различные мероприятия нашим полком часто проводятся, но вот здесь пока первый раз, но думаем сделать это регулярно и приезжать на каждую смену. Военно-историчный клуб 53-й мотострелковый полк народного комиссариата внутренних справ РУП Гомель Энерго аналога у своей профессийной сферы у Беларуси немая. Зараз у его выходят 12 человек, причем это не только энергетики с Гомеля, но и из других регионов нашей краины и даже из России. Свою назву военно-историчный клуб отрымал от реально истинавшего в 41-м году на территории Гомеля 53-го мотострелкового полка народного комиссариата внутренних справ. И он формировался с супрацовников милиции Аховы. Задачей полка было затримание немецких диверсантов, оказание допомоги военным подразделениям и навату делу обороны Гомеля. В свою чергу основная деятельность сучасного 53-го мотострелкового полка народного комиссариата внутренних справ военно-историчного клуба – формирование интереса до военной истории. Интересное мероприятие. Горжусь победой нашей. Я довольно-таки много знаю ветеранов. Хожу поздравлять каждый год и горжусь их подвигом. Я на этой выставке не первый раз. К нам уже приезжала эта выставка в школу. Много интересных экспонатов оружия всяких. Молодежь за то, чтобы сохранить мир на земле. Под час мероприемства дети на некоторый час отшулись обе у роли живых ведовочцев боевых деяний. На их вачах разгорнулась историчная реконструкция по затриманию немецких диверсантов. Амуниция у дельников полка, а добудку до годинников, как дарящие все деяний уходе реконструкции, вытреманные по уставу. Пыл дорог и пах пороху. Сценарии максимально наближены до реальности. Больше стараются привязать к той местности, в которой что-то происходило. Если это Ржев, то это бои под Ржевом. Если это Брестская крепость, то это реальные бои в Брестской крепости в июне-июле 41-го года. Именно привязка к местности. Реальные эпизоды какие-то берутся. Людям надо напомнить, дать возможность увидеть это воочию. У ближайших планах военно-историчного клуба выступления на бойных тематичных фестивалях у России и Эстонии. У перспективы махчима открытие на базе Руб Гомель Энерго от Паведнага музея. Межтым у прайоритете постоянной деянности притягнение до працы клуба молоди, бо минавито им будавать будущую и заховывать саправдную память нашего героичного и историчного минулого. Вероника Ворошилина, Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокампания Гомель.